Друзья, всем привет! Я нахожусь у центрального входа въезда в отель Zeynet Hotel Resort Сейчас я вам проведу небольшую экскурсию по отелю. Переключаю камеру. Итак, начинаем. Вот это самое начало территории. Здесь нас встречают вот такие вот высоченные роскошные пальмы. Увитые цветами. Высота пальм, ну не знаю, метров 10, наверное, точно. Пальмы высеченные. Сосны растут. Территория зеленая, хорошая. Здесь что-то типа конгресс-хола. Проводят, видимо, некие мероприятия. Корпус отеля Zeynet. Вот там виднеется. В отеле Zeynet два основных корпуса. Ближе к этому въезду находится корпус, который называется гольф. Так, вот он. Идем на шум водопада. И мы подойдем к гольф-корпусу. А который ближе к морю, тот просто корпус отеля Zeynet resort. Домик, видимо, для кошечек. Сейчас посмотрим, кто тут у нас живет. Кот-хаус. Так, а где кисы? А кис не видать. Корм есть. Лежанки есть. Кошки гуляют. Кошки где-то гуляют по территории. Кстати, коты тут очень-таки довольно-таки откормленные на территории отеля. Сегодня встретили черного и рыжего кота. Черный, такой прямо пушистый-пушистый. Толстый-толстый. Ну, скорее всего, это из-за шерсти. Он, конечно, кажется толстым. Вот вход в этот конгресс-холл-центр. Эвент-центр. Табло отеля, что где находится. И вот мы заходим, подходим непосредственно к корпусу Golf Resort. Посмотрите, какой шикарный фонтан тут сделан в виде водопада. В отеле Selectum Luxury Resort de Lec сделан красивый, не спадающий фонтан, водопад. Здесь просто круто, классно, конечно. Здесь и не так красиво, но впечатлительно выглядит, впечатляет. Застильный фонтан. Красивая вода не спадает прямо с козырка центрального входа Атолия. Вон тут птицы, утки, белые, серые, черные. Сейчас встанем под водопад. Водопад включают рано утром, где он работает до вечера. На ночь его выключают. Вот центральный вход в отель. И вот сам водопад. Ну а теперь заходим в лобби отеля. Стоят сумки с гольф-плюшками. Приехали игроки. Скоро начинается турнир по гольфу. Приехало много англичан, немцев. Немецкие, английские команды сборной по гольфу съехались. Будут играть на поле Regnum Caria Golf Club. Посмотрите какое дерево сделано из орхидеи. Это живые орхидеи. Красиво вообще. Ну и там фонтан. Это я вам уже снимал. Там я тоже вам уже заснял. Покажу вам, что вам показать. Ресторан. Пойдемте покажу вам ресторан. Если он еще открыт. Сейчас как раз обед. Вот центральный ресторан. Корпусы билет. Но он наверное уже закрыт. А нет, еще работает. Еще работает ресторан. Ну давайте тогда вам вкратце покажу, что у нас здесь. Итак, смотрим. Гречка. Картофель отварной. Рыба отварная. Что-то мясное. С сыром. Ботата. Картофельное пюре с молоком. Цыпленок. Овощи. Тертый пармезан. Очень вкусно добавлять в суп или еще куда. Различная паста. Спагетти. Соусы к пасте спагетти. Брокколи. Цветная капуста. Это видимо индейка. Солочи. Так, переходим к супам. Здесь у нас хлеб. Масло. Во льду. Здесь у нас овощи. Итак, продолжаем. Овощные соки. Турецкий овощной. Вот этот сегодня ели. Очень вкусный. С зеленью. С лимоном. Очень вкусно было. Дальше смотрим. Федешки. С сыром. С мясом. С сыром была очень вкусная. Сегодня я ел. Рыба во фритере. Зелень. Гороха или что такое. Здесь овощи. Грин. Здесь рыба и индейка. Здесь рыба на пару с овощами. Здесь картофель фри и такие чебуреки. Здесь у нас рыба видимо. Дальше. Рис. Рис вкусный. Сегодня ел под мясо гриф. Так. Здесь у нас детская стойка, молоко, холодильник и микроволновка, блендер. Пожалуйста. Все нужно взбивать, для детишек всё готовится. Переходим дальше. Столы. Официанты работают очень хорошо. Здесь у нас автоматы, стоят соки, кофе, чай. Тут различные салаты, закуски. В принципе, такие стандартные. На сыр и с йогуртом. Вот это тунец, салат из кунца, вкусный. Сегодня ели его. Здесь салаты различные, зелень. Все свежее. Здесь пирожные. Пирожные еще, кстати, не пробовали, поэтому ничего по ним сказать не могу. Надо будет попробовать. Сегодня быстро пообедали. И у сына, у старшего, тренировка по гольфу. Быстро ушли на гольф-поле. Пахлава. Здесь оливки, йогурты, перцы, огурцы, свекла, соусы. Так, ну и тут что у нас? Фрукты. Виноград, киви, дыня, апельсины, яблоки, сливы, груши, мандарины. Гранаты очень вкусные, мандарины, яблоки. Сегодня ели гранаты очень вкусные. Вот такой вот у нас обед в отеле Zainet Hotel Resort. Надо найти вход. Так, наверное, я думаю, он здесь должен быть. Здесь у нас, видимо, некий а-ля картик небольшой. Так, ну а мы заходим в отель. Тут же у нас встречались ауэлиты. Здравствуйте. Ресторан. Так, ну чё, пешком пойдём или на лифте? Не пошли. Аккуратно. Так, это и в сторону. В сторону. Больше сотрудников отеля, чем... отдыхающих. Смотрите, как красиво сделано. Дерево орхидеи. Красота. Древо орхидеи. О, и здесь орхидеи. Красиво, как всё оформлено. Лобби-бар. Так же уже работает. Сотрудники. Что-то там делают. Моют, прибирают саксофон. Настоящий саксофон. Да, рабочий саксофон стоит. Ты смотри. Прикольно. Ковры. Выход на террасу. Ещё одно дерево орхидеи. А здесь у нас вот такой вот ниспадающий фонтан. Посмотрите на него. Потолок лобби. Переходим на террасу лобби. Мы попадаем в царство цветов местных красот. Как всё живописно. Как всё благоухает. Просто сказка. Красота. И отсюда открывается вид на Олимпийский бассейн. А так же вот на лошадку. Вот они, коняшки. Друзья, мы находимся на пляже отеля Зейнеп. Забыл название. Отель Зейнеп Хотел Резорт. И посмотрите. Абсолютно пустой. Сегодня 3 сентября. Только мы тут вдвоём лежим. Я и сын. Абсолютно никого. Там ходят работники отеля. Вот там видимо идёт кто-то из отдыхающих в красном бейсболте. Абсолютно никого. Изредка кто-то где-то вдали проходит. Вот это вот кайф. Это прелесть. Отдыхать вне сезона. Когда абсолютно никого нигде нет. И ты пользуешься всеми благами цивилизации отеля. Рестораны, а-ля карты. Всё работает. Куча шезлонгов. Бассейн. Прекрасно. Просто прекрасно. Просто кайф. Покажу вам ещё мурушку немножко. Вон там вдали гоняют на кайтсерфингах видимо. Доска с парусом. Ну ладно. Всем пока. Друзья, всем привет. Сегодня 3 ноября 2019 года. Покажу вам завтрак в отеле Зейнад Хотел Резорт Белек. Итак, здесь у нас различные всякие плюшечки очень вкусные. Мы уже позавтракали. И об этом я смело заявляю, что вот эта вся выпечка у них очень-очень вкусная. Рекомендую. Здесь вот такие вот лепёхи, пироги. Но это искусственное. Муляжи. Хлеб. Масло. Различные булки, хлеба. Сухарики. Утренний суп. Синтильный суп называется. Здесь у нас идёт томатный, свержаренный и яйцо в томате с томатом. Блинчики, оладушки. Поели очень вкусно помидоры с сыром. Яйца. Варёные там яйца лежат. Тут различные сладкие мёд, соусы, крема. Стоят острые соусы. Пирожки, булочки, блинчики. Картофель фри. Добрый день. Перец, колбаса, сучу. Здесь у нас сосиски различные, два вида сосисок. Каша, или это омлет, видимо, взбитый, и яйцо, пашот, типа яйца пашот. Здесь у нас, ай, горячо. Что-то там, очень горячее. Каша рисовая, овсяная. И яйца пятиминутные, десятиминутные. Так, тут у нас стоит молоко наливать, микроволновка, блендер. Так, здесь различные оливки, сыры, йогурт, народу вообще никого нет. Мы пришли сюда в 8 утра, народу абсолютно никого. Спросили у работников, они сказали, что мы первые, кто пришли на завтрак. И посмотрите, для нас двоих какое сделали изобилие. Рыба, сыры, колбасы, ветчина, ветчина различная, сыр, масло, помидоры, зелень, огурцы, лимоны. Это, видимо, грейпфрут, скорее всего. Желтый, красный грейпфрут. И вот вкусняшечки турецкие. Каймак слиды, или как это, слайд. Каймак, в общем, турецкие, это сливки. Нежнейшие, вкуснейшие сливки. И мед в сотах. Петекбал. Здесь фруктовый салатик нарезка. Различные всякие фруктики, вишня. Тут идут йогурты, там простой, пресный. Тут уже сладкие йогурты идут. Оливки. Прекрасные, чудесные оливки. Крупные, мелкие, порезанные пасты из оливок. Оливки вкуснейшие. Соусы различные. Мед, шоколад, джемы. Вот так все это выглядит. Идем дальше. Здесь у нас автомат с соками. Ананасовый, вишневый, апельсиновый, яблочный. Здесь не с кафе автомат. кофе, чаи, липтом, различные сорта. Здесь у нас опять кофе автомат. Горячий шоколад, кофе. Здесь чай. Чай и к нему лимончики положены. Здесь лежит гранат, киви, бананы, апельсины или это даже мандарины яблоки, груши. А вот апельсины, опять яблоки, виноград, дыня, слива. И здесь что у нас? Халва. Ну и различные вкусняшечки, печеньки, сушеный инжир, вафли, печеньки, изюм, арахис. Ну и здесь продолжение различные всякие какао лежит. Так, здесь вот нас горячее молоко, холодное молоко, сок со льдом, апельсиновый виды. Ну и вот так вот подчеркну, что нас на завтраке всего лишь два человека. А вот пришла девушка, это третий человек за это утро. работников в ресторане больше, чем нас. Вот так вот все это выглядит. Представляете? Все. Завтраку твердый лайк. Всем пока. Друзья, я нахожусь на главном пирсе отеля Zeynep Hotel Resort. Это уже самый конец пирса. Раннее утро. уже не совсем и раннее, конечно, уже 9 утра есть точно. Сейчас вам вкратце покажу пирс, как выглядит. Народу никого. Сегодня 3 ноября. Пирс, нас двое и бармен. Пирс уже работает. разноуровневый. По бокам пониженные площадки и по центру возвышенная площадка. Между площадками натянуты вот такие сети для безопасности отдыхающих. Это хорошо, молодцы. Кабинка для приодевания. отеля прямо на пирсе. Глубина в этом месте 2,30. Также у отеля Зейнеп натянут, сделан вот такой пластиковый понтон. Колыхается на волнах. А следующий дальше пирс это уже отель Орегнум. Это пляж отеля Зейнеп. Песок выравнивают, выкатывают. Море с утра спокойное и безмятежное. сейчас пойдем потрогаем водичку. Морюшка, здравствуй. С июня мы с тобой не встречались. Вода какая чистая. Ты смотри, какая чистая. Ох ты, со мной поздороваться подошло ко мне. Ты мое хорошее. Ох, хорошее. Водичка, конечно, уже прохладненькая, но не сказать, что холодная. С утра заходить, конечно, же некомфортно, но днем вполне себе. Да, днем можно купаться. С утра холодный воздух. Сейчас на улице плюс где-то до 16 примерно градусов. Пурсируют люди туда-сюда ходят вдоль всего пляжа идут. Смотри, люди ходят вдоль всего от Рыгнума, через Рыгнум, через Масу, куда-то дальше туда иду. Пурсируют между отелями. одинокий турист мужчина пришел на лежак полежать у морюшка. Пляж протяженный. Три-четыре, четыре ряда зонтов из Лондона. Здесь у нас помывочная, ополоснуть ноги, руки от песка и на траве еще два ряда шесть лондона. Вот такая красота пальмы. Воздух шикарен. Покажу вам местную растительность, красоты. Как живописно. Под сенью в гроте. Вот так вот это выглядит. пальмочка большая и рядом маленькая. Подходим к детскому бассейну. как все таки шикарно отдыхать вне сезона. Народу абсолютно никого нет. Ощущение, что отель работает именно только для нас. Какие цветы интересные. Посмотрите. Желтые, синие. муравьи. Аж такие нестыкчелые цветы. Как интересно выглядят. Насыщенный какой цвет. Вон муравьи уже отдыхают. Так, а тут у нас кто-то опыляет еще. Звером. О, бабочка. Смотрите, сделана бабочка. Красота. Так, здесь у нас расположен полуолимпийский бассейн. Красивые все газончики, бананы. Или именно олимпийский бассейн. Так, а где тут тунды, чтобы прыгать. Да, вот такой крупный. На 10 дорожек. 10 дорожек, длина 50 метров. Глубина 2,20. А где написано? А, вот. Глубина 2,20. Да. классный, шикарный бассейн для профессиональных занятий плавания. Здесь стоят бунгало трехэтажные. так, ну, а мы идем в сам отель. Здесь сделаны магазинчики, фотостудия. На втором этаже, видимо, некий ресторанчик, работающий по вечерам. Наверное, типа а-ля карта какого-нибудь. Идем. А-ля